Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Татьяны Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. В следующем году будем проводить подачу води. Я думаю, что время сейчас будет процедур. Инспекционное посещение Смоленской АЭС. Работы выполняем по ремонту оборудования КПА. Плановый капитальный ремонт энергоблока номер 2. Я думаю, что и учителя, и ученики по достоинству оценят качество и сервис. Модернизация школьных буфетов. Здесь вот такой зритель, который, наверное, будет радовать любого артиста. Потому что ты выходишь, и на тебя сразу веет эта теплота. Концерт артистов фонда Елены Образцовой. На плановом совещании с руководителями подразделений главный инженер предприятия сообщил о техническом состоянии Смоленской АЭС. В работе первые и третьи энергоблоки. Первый блок работает второй машиной. Блок номер 2 находится в капитальном ремонте. 31 сутки ремонта. Все работы в графике. Выработка электроэнергии за 27 дней ноября составила 1 миллиард 96 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 21 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана – 5 649 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленскую атомную электростанцию с инспекционным визитом посетил главный заместитель генерального инспектора концерна «Росэнергоатом» Юрий Слепоконь. Он провёл плановую проверку качества реализации мероприятий по противоаварийной готовности с целью повышения безопасности Смоленской АЭС. Заместитель генерального инспектора выполнил обход и осмотр противоаварийной мобильной техники, ознакомился с действующей на предприятии документацией. Он проверил расстановку мобильной техники, организацию эксплуатации технического обслуживания и ремонта внедрённых систем и оборудования, организацию обучения персонала, наличие учебно-методических материалов по подготовке персонала к применению противоаварийной мобильной техники в случае нештатных ситуаций, разработку и реализацию программ противоаварийных тренировок с применением противоаварийной техники с дальнейшим анализом эффективности действий по реагированию персонала. По итогам целевой проверки генеральной инспекции концерна «Росэнергоатом» составлен акт оценки состояния противоаварийной готовности Смоленской АЭС, в котором отражены положительные стороны и рекомендации по совершенствованию работы в данном направлении. С 25 октября на Смоленской АЭС идет плановый капитальный ремонт второго энергоблока. Перед атомщиками стоит ответственная задача – уложиться в отведённые 109 суток при безусловном обеспечении качества ремонта. В обновлении энергоблока задействованы более тысячи человек – специалисты атомной станции, филиалов акционерного общества «Атомэнергоремонт» и других подрядных организаций. Работу выполняем по ремонту оборудования КПА на станции. Основной заказчик у нас – Сахтаи, в котором мы выполняем работу по температурному контролю, ремонту приборов и датчиков, также трубный экип и ремонт электроприводов. Также мы работаем, заказчик у нас является электроцех, в котором мы работой выполняем автоматизированной системой пожаротушения. Третий цех – это у нас работа выполняется по ремонту оборудования КПА – цеха вентиляции. Работу всегда выполняем качественный срок. СМС выполняет работы по реализации схемы охлаждения подшипников и уплотнения валов насосов НОН. Работа выполняется согласно утверждённого графика без отставаний. Здоровье и комфорт, отталкиваясь от этих ключевых потребностей детей и взрослых, общество с ограниченной ответственностью Смоленская АЭС-сервис заявило о себе на рынке услуг по организации школьного питания в Десногорске. Арендовав помещения буфетов в общеобразовательных школах, компания на свои средства выполнила в них косметический ремонт, заменила двери, обновила мебель и оборудование. В буфетах современный дизайн, новая мебель и торговое оборудование. Всё, что необходимо для удобства и хорошего настроения учеников и педагогов. Это просто замечательно, это здорово, это совсем, ну, абсолютно по всем направлениям, и сам гигиеной, и ассортиментом продуктов, и обслуживание. Это здорово, здорово на самом деле. И ещё раз говорю, глава принёл правильное решение, когда выбор направления принёл на Смоленскую АЭС-сервис. По словам буфетчицы Ирины Лукьяненко, ребята с восхищением заходят в буфет, радуются не только интерьеру, но и ассортименту. Каждый день на прилавках свежая выпечка с заботой, приготовленная кондитерами и поварами общества с ограниченной ответственностью Смоленская АЭС-сервис. Ничего не остаётся, всё разбирается на ура. Я думаю, что и учителя, и ученики по достоинству оценят качество и сервис. Всё это произошло благодаря Смоленской АЭС-сервис, потому что благодаря такому замечательному руководителю при поддержке директора Смоленской АЭС-сервисы, Павел Сеевича Владимировича, сегодня мы имеем такие замечательные ответы. Директор общества с ограниченной ответственностью Смоленская АЭС-сервис Эдуард Сенобос поблагодарил руководство города за оказанное доверие выполнять ответственную работу, а также директора атомной станции за всестороннюю поддержку в реализации социально значимого проекта. Будем стараться, чтобы это питание всегда было качественным, будем изучать кровос, будем всегда контактировать с руководством школы, для того, чтобы, кроме того, чтобы здесь кровосы получали качественное питание. При поддержке информационного центра атомной отрасли в Десногорске состоялся праздничный галоконцерт «Энергия творчества», посвященный 35-летию Смоленской АЭС-сервисы. В нем приняли участие артисты фонда Елены Образцовой, солисты московских театров и молодые талантливые исполнители, лауреаты международных конкурсов. В концерте прозвучала музыка Моцарта, Рассини, Шуберта, Гуна, Верди, Чайковского, Пучини, Царасабаля, а также романсы и народные песни. Это не первый цикл таких вот творческих программ. Когда мы ездим, первый наш проект был по закрытым городам, входящим в контур топливной компании «ТВЭЛ». И на самом деле мы считаем, что это очень важно, доносить такую настоящую культуру, высокую, академическую, до самых отдаленных уголков России, а уж тем более до закрытых городов, до атомных городов. Мы очень рады, что мы смогли быть с вами в этот день, в этот знаменательный год для вас. Мы желаем вам успехов, достижений и как можно больше хороших концертов. В связи с уходом величайшего певца Дмитрия Хворостовского первое произведение артисты посвятили ему. В программе концерта звучали в основном оперные хиты. Зрители очень тепло принимали артистов. Каждое выступление завершалось бурными аплодисментами. Для меня это самое лучшее место, потому что тихо, спокойно. Также тут город Молодещно, в котором я учился. Закончил колледж. Он какой-то, знаете, такой, без этих огромных домов, без больших пробок, да, не шумный, такой какой-то свой. Здесь вот такой зритель, который, наверное, будет радовать любого артиста, потому что ты выходишь, и на тебя сразу вот веет вот эта теплота. В завершении концерта зрители поделились своими впечатлениями. Сюда приехали такие молодые, с красивыми голосами. Это было бесподобно. Я сидела и, вот, знаете, волшебно было. Понравился концерт. Дело в том, что неожиданно было, что студенты консерватории имеют такую профессиональную подготовку, такие вокальные данные. Очень было тонкое исполнение. Потрясающее владение голосом всех певцов получило огромное удовольствие на этом концерте. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке и в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok